путешествует уже почти 12 лет он уже проехал более 4 миллиардов миль при его жизни я побывал в местах о которых люди когда-то только мечтали и 24 августа 1989 года в девять часов вечера по тихоокеанскому дневному времени вояджер-2 снова войдет в историю это станет первым космическим кораблем пролетевшим мимо нептуна планеты которая вращается вокруг солнца вблизи края нашей солнечной системы запущенные в 1977 году вояджеры 1 и 2 достались вставили нас к юпитеру и сатурну когда вояджер-1 пролетел мимо большой луны титана и за кольцами сатурна траектория его полета была отклонена на север и космический корабль вышел из плоскости эклиптики и направился в межзвездное пространство вояджер-2 находится на траектории полета которая использует редкое геометрическое расположение внешних планет теперь это позволяет вояджеру 2 использовать гравитацию планет с которыми он столкнулся чтобы перенести его с одной на другую без бортового двигателя нептун невидим невооруженным глазом даже наши самые большие телескопы могут видеть только общие черты планеты на ранних снимках отправленных с вояджера уже видны очертания облаков и темная полоса облаков окружающие южный полюс диаметр нептуна примерно в четыре раза больше земли его синий зеленый цвет происходит от атмосферного метана который поглощает красный свет на орбите вокруг нептуна кольцевой дуги и одного из самых больших и интересных спутников солнечной системе тритона при ближайшем приближении вояджера 2 он пройдет всего в 3000 милях от облачных вершин нептуна это ближе чем вояджер 2 подошел к любой другой планете за несколько дней до того как космический корабль прибудет на нептун инженеры точно настроят рейсы траекторию полета над северным полюсом нептуна вояджер сможет обнаружить любое магнитное поле нептуна и скорее всего пройдет через область где образуется северное сияние несмотря на большее расстояние нептуна от солнца его температура такая же как у урана чтобы быть таким теплым и в то же время таким далеким нептун должен генерировать какое-то собственное внутреннее тепло еще одна загадка нептуна его луна тритон с предполагаемой атмосферой метана и возможно азота ожидается что тритон станет одним из самых захватывающих объектов встреченных во всем путешествии вояджера 2 из-за того что нептун так далеко радиоданные с вояджера летящего со скоростью света достигнут земли за 4 часа и 6 минут сигналы принимаются через сеть глубокого космоса глобальную систему слежения за космическими аппаратами и связи который управляет лаборатория реактивного движения наса чтобы обеспечить непрерывный двусторонний контакт с космическим кораблем антенные станции дин стратегически расположены в калифорнийской пустыне мохаве недалеко от мадрида испания и недалеко от конберы австралия чем дальше уходит вояджер тем труднее поймать его слабый сигнал чтобы компенсировать это антенны дин были увеличены и теперь могут собирать больше и более качественных данных с космического корабля радиообсерватория парка в австралии и очень большой массив национальная радиоастрономической обсерватории в нью-мексико присоединяться к антеннам дин чтобы обеспечить дополнительную мощность приема станция слежения осада в японии поможет провести радионаучные эксперименты со встречи нептуна вояджер 2 завершит свое грандиозное путешествие по четырем гигантским внешним планетам и отправится в свое следующее приключение ожидается что космический корабль продолжит отправлять ценные данные и в двадцать первом веке когда вояджер 2 достигнет края нашей солнечной системы и войдет в межзвездное пространство оказавшись там вояджер снова расширит наше воображение открыв для нас то чего мы даже не ожидали